Идем дальше. Дом 31. Ой-ой-ой-ой. Это дедушка пенсионер. Пожилой человек. Сходил дедушка за булочкой хлеба. Порошенко, ты убийца и тварь. Дом 30. Квартал Комарова. Попадание. Еще один пожилой человек. Не-не-не, я не снимал. Я шуни с камер. Еще один пожилой человек. Блядь, я ссуку, я. Ссука. Тут двое погибших, да? Двое, двое, да? Третьего увезли. Третьего увезли. Третий с той стороны был. Да, с той стороны, третий. Один раненый. Одного раненого самого первого увезли. А где еще попадание было? На следующем доме еще в крышу. И все, да? Три попадания получается. А четвертое? Получается одно и там два. Говорят, еще возле школы где-то легло. Возопись от трой школы. Дом 31. Девочки, из газа, что-то ж нет. Это печка, все, и этот счетчик. Пожалуйста, позаботьтесь. Квартира Комарова. Квартира, дом 32А. 48. 48. Пятый этаж. Пятый этаж. Снаряд попал прямо в крышу на кухню. Вчера его и увезли. А он провалился, да? Валялся? Можно я его везу? Нет, у него тумбочка была. И он так мягенько упал, тряпки и все. Не дай бог бы, если взорвался, так, тут бы никого не... Короче, он не взорвался, просто провалился, да? Да, он прямо провалился и все. Ну да, оно получается, что не пробил только. Да, если взорвался, то бы... Да, вы что, не я и... А тут тут лежал, наверное, да? Я тут живу. Не, а лежали, наверное, в это время, да? Нет, я не лежала, я вроде... Мне кажется, я собиралась сюда и проходить теперь. А потом не поняла, что потемнело сразу. Да, повезло, что не взорвалось. Снаряд попал, но не взорвался, да? Да, это было. Там видно, что если взорвался, то только осколков было. Бабушка здесь лежала, это ее спасло. И эта батарея нарушилась. Теперь, что же я буду делать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать. Шесть, четырех. Это слава богу, хоть бог на целое. Ну, он не взорвался, уже провалил это. Если по осколке, то тут... Он бы пошел. Тут бы снесло несколько квартир. Да, получается, это полоски. Притух, да, да, притух, притух. Поменять бы и было... Ой, ну, пожалуйста. Просто, ребята, ну, помогите, пожалуйста. Саш, не другую. Ну, что-ка, устанавливаем. Бабуль, надо бабулечке кушать принести. Принесите, если что не жадно. Саша, пошли. А электричество у вас есть? Нет, я включила этот чайник. А что, холодильник-то работает? Ну, холодильник работает. Ну, у нас электричество есть. А, электричество есть. А также печки у меня нет уж ничего. Только вот самовар. Бабулечка, ну, я к вам попозже приду, принесу что-нибудь покушать, хорошо? Такое, что-нибудь редненькое, горячее. Ну, это надо приготовить, хорошо? Ну, ладно, что принесете, спасибо. Я сама, я на Комарова живу. Я вчера убежала, когда бомбежка началась. А сейчас пришла, думаю, какие вещи возьмут. Я не знаю, что, лишь сына моего захватила. Эту артелью вывернула. Кровь потеряла. Сейчас лежит, как у меня у нас. Не приходит в себя, не дышит. Ну, все, вот это надели на небо. Небож, я не могу. А в какой больнице? В какой больнице? В областной, где вот это рюме сойдет. Луганская областная, да? Ага. Макурочка, держитесь. Как вас зовут? Как вас зовут? Елена. А фамилия? Соломенцева. Соломенцева, Елена. Пожалуйста, дай, не оставьте меня в видео. Ну, помогите, я говорю, не могу. И давление, я все же трусит, мне, я не знаю. Ой, Боже мой. Держитесь. Еще и с сыном. Такой золотой, такой, видите, ремонт у меня. Но я не знаю, зачем же мы его забрали, Господи. Ты такой же парень. Да, мамочка, что я никогда не брошу. Видите, что у меня одна и продукты мне принесет, и звонит, и спрашивает, и работает. Зачем это случилось такое? Ой, Витяна, извините меня, пожалуйста. Держитесь, я скоро зайду к вам. Держитесь. Давай. Ой, ой, ой. Ой, ой. Сссс.